Лучший анализ речи Путина о обращении к Федеральному собранию, который я нашел на данный момент. Мне очень жаль, что этого замечательного публициста и политолога, эта женщина Лилия Шевцова, редко цитирует. Лично я с большим интересом и вниманием всегда слежу за тем, что она пишет. Меня поражает, как эта женщина находит самые точные слова и всегда передает настроение повестку, максимально приближенной к реальности. Итак, нынешнее послание президента Федеральному собранию не только проявление откровенного беспокойства власти по поводу потери контроля за настроением масс и падающего рейтинга лидера, мы увидели и незапланированное. Фактически признание Кремлем потери контроля за собственной вертикалью и непонимание, что делать с народом. Между тем, переход Кремля от правления посредством имитации либеральной демократии и использования ресурсов Запада к имитации величия и военно-полицейскому диктату так и не помог ни сохранить поддержку населения, ни решить вал накопившихся проблем. Возникла ситуация, когда даже уместные, с точки зрения тактики решения Кремля, оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы, возможно, еще не осознавая этого полностью. Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение. Превращение Украины в противник России, оживление уснувшего НАТО, консолидация Запада через сдерживание России, гонка вооружений, вызванная распадом РСМД, К чему Москва приложила, конечно, руку, поддержка падающих режимов Мадура, накачивание их безвозвратными деньгами, превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться, неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов Венгрии, Египта, Турции, неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая – это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники. Путинская «сами нарушают, а мы только отвечаем» уже давно не выглядит убедительно, а постоянные утверждения президента о суверенитете России поражают сомнения в ее полноценности, ввергает замешательство и когнитивный диссонанс Кремля. Попугав Запад новым оружием, Москва в лице Лаврова на Мюнхенской конференции безопасности предлагает России вернуться к идее Общеевропейского дома, как раз в момент, когда Европа вместе с США принимают решение о новых санкциях в отношении России. Российский закон об изоляции Рунета – это любопытное приложение к Общеевропейскому дому. Видимо, это и есть последнее кремлевское ноу-хау обезоружить Запад своим диссонансом. Во внутренней политике свой список сюрпризов. Решение Кремля осуществить технологический прорыв в условиях санкции за счет экспроприации средств российского населения – верный способ ударить по своей базе. Кадровые зачистки уничтожают стабильность системы, которую обеспечивает обмен коррупции на лояльность аппарата власти. Если Кремль не гарантирует безопасности аппарата, нет и его лояльности. Пока не ясно, усилят ли зачистки потребность в сильной руке, которая должна навести порядок, либо скорее убедят население в том, что ржавчина съела вертикаль. Предоставление государственной крыши для получения личной выгоды кремлевскому окружению и раздача государственных функций на прокат частным лицам только усиливает разложение государственности, вернее того, что от нее осталось. Даже тактические победы выглядят как унижение. Да, сняли американцы санкции Сурусала, но ведь за счет введения в компаниях Дерибаски внешнего управления со стороны Минфина США. И как это соотносится с нашей державностью и нашим суверенитетом? Да, удалось пробить строительство Северного потока-2, но радоваться не приходится. ЕС ввел ограничения, которые не позволят загрузить газопровод полностью и делают его нерентабельным для России. За что боролись? Впервые в российской истории силовики вышли на авиасцену, захватив кнопки контроля. Победа специальных служб и силовиков состоялась, как недавно сказал Дмитрий Муратов. Между тем, политизация силовых структур и их вовлечение в управление собственностью лишает их функции защиты государства. Впрочем, и самой власти не стоит полагаться на силовиков, которые занялись личным обогащением. А то, что президент Путин в который раз требует или просит, чтобы силовики не давили на бизнес, говорит о том, что те перестали его слышать. Возникает ощущение, что речь сегодня уже не идет о самодержавии. Где оно? Подчиняется ли Путину его собственная бюрократия, если ему приходится самому закрывать мусорные полигоны, требовать лично там никого не пускать, ибо министерство внутренних дел и прокуратура его тоже не слышат? Президент жалуется, что после обращения к ним там ничего не двигалось. Начинаешь даже сомневаться, что в России все еще президентское правление. Президенту приходится уговаривать правящий класс думать об обществе, менять ситуацию к лучшему и даже угрожать аппарату лучше сразу, дескать, уйти. Это кто же из них добровольно уйдет, скажите, пожалуйста, а те, кто придут, будут лучше? Кремль вдруг обеспокоился сбережением народа, пытаясь остановить обвал его доверия к себе. Но сам президентский нарратив говорит о том, что система управления фактически работает против этого сбережения. Однако и менять систему нельзя. С чем останешься? Можно, конечно, запустить на полную мясорубку клишеса и новый каскад репрессивного законодательства, короче, закрыть шлюзы и окна. Но это неизбежно создает в обществе эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. Закон непреднамеренных последствий, однако. Бессилие всесилия. Вот о чем нам откровенно поведал президент Путин Лилия Шевцова. Буквально несколько слов. Действительно, последней возможностью у этого падающего режима в умирающей стране – это законопатить окна и двери. Это обозначает, естественно, создание своего собственного рунета и отказ от интернациональной сети. Вот за это я бы на месте россиян поборолся, потому что это последний, господа, инструмент против вас. Они уже, можно сказать, наладан дышат и надеются, что если они перекроют поток информации, а ведь большинство здравомыслящих людей сейчас уже перешли в интернет, и я знаю, даже люди старшего поколения тоже нет-нет послушивают и посматривают. Вот, например, мои ролики мне сообщают, что попадают даже на такой совершенно ватный канал, как Одноклассники, и набирают там десятки тысяч просмотров. А кто сидит у нас на Одноклассниках? Боже мой, домохозяйки и какие-то старушки, так вот, если до домохозяек начинает доходить, то дело плохо. Поэтому они, конечно, приложат усилия, чтобы перекрыть этот источник свежего воздуха, какой-то отдушины для населения. Если это действительно начнется, вот здесь я бы не слушал никого, или, вернее, слушал бы только тех, кто будет призывать к борьбе. Вот это право отдать ни в коем случае нельзя. И я это говорю не как блогер, который зарабатывает на YouTube. Я думаю, что ничего конкретно в моей ситуации не изменится. Я не живу за счет своего блога. Но это нужно вам. И это касается не только YouTube, это касается всего остального, возможности заказывать билеты, переговариваться, иметь удобные инструменты в виде скайпа и ватсапа и прочее. Все это у вас могут отобрать. Как, говорит Лилия Шевцова, как последнюю надежду продлить себе еще эту агонию на какое-то время. Спасибо за субтитры!